Не останавливая учебного процесса. Здесь обучают будущих медицинских сестер, лаборантов и стоматологических техников, акушеров и фармацевтов. А теперь и проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В колледже имени Нины Ляпиной открыли мобильный прививочный пункт на пять медицинских бригад. До 29 декабря включительно мы будем работать в режиме ежедневно с 9 часов до 20, включая субботние и воскресные дни. На самом деле я думаю, что вот этот вопрос делать-не делать, он уже сегодня не актуален, потому что мы видим, что та заболеваемость, которая есть среди вакцинированных, она крайне низкая, а также случаи тяжелых заболеваний практически мы не наблюдаем. Темпы вакцинации в регионе необходимо наращивать. Такая задача поставлена оперативным штабом. И это несмотря на то, что уже привито 73% от плана. Первый компонент на сегодня получили более миллиона 483 тысяч самарцев. Повторно вакцинировались 133 372 жителя, то есть почти половина из тех, кому была показана ревакцинация. В период вот этой эпидемии нужно обязательно делать прививку. Это однозначно, потому что я уже убедился, так сказать, не на большом опыте. Знаю, у меня был приятель, он немножко постарше меня. Я ему говорил, прививайся. Да ну зачем, это не знакомо. А вот недавно сообщили, что 9 дней уже ему. Получить антивирус в медицинском колледже можно с помощью вакцины «Спутник Ви». Имея при себе паспорт, здесь можно пройти как первичную, так и повторную вакцинацию. В борьбе с пандемией будущим коллегам помогают и сами студенты колледжа имени Ляпиной. Решила принять участие в вакцинации населения. Прошла определенное обучение, потому что чувствую, что сейчас нехватка медиков. И чтобы не было такого большого столпотворения, здесь открыли пункт, и я решила, что я могу помочь. Приходит множество людей, зачастую на первую вакцину, также на ревакцинацию. Сказали, что им очень нравится, что участвуют именно студенты, что молодые люди, что очень приятно на нас смотреть. В регионе сегодня работает 173 стационарных прививочных кабинета. 10 из них открыты круглосуточно. Для повторной вакцинации официально подходят все российские вакцины от коронавируса. По рекомендациям медиков, прививаться от COVID-19 спутником ВИК можно и женщинам в положении, уже начиная с 22 недели беременности. Гульфия Сафина. События.